Проведение реформы Проведение реформы Проведение реформы Наряду с этим также были объединены туб больницы, республиканские центры наркологии и психического здоровья. Кроме того, сейчас поднимается вопрос о реорганизации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии в больницу скорой медицинской помощи. По словам экспертов, реформы, инициированные министерством, отвечают современным требованиям. Население столицы составляет около полутора миллиона человек. Количество пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, растет с каждым днем. Как мы видим в новостях, дорожно-транспортные происшествия происходят каждый день, и мы теряем много наших граждан из-за пандемии COVID-19. Кроме того, ухудшается состояние наших пациентов с неинфекционными заболеваниями. Вовремя ли они получают медицинскую помощь и госпитализируются? Этот вопрос до сих пор остается актуальным. В этой связи открытие новой больницы в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии по инициативе министерства является хорошей инициативой. Если остановиться на проделанной работе ведомства, в прошлом году на сумму в полтора миллиарда сомов были проведены ремонтные работы и строительство порядка 150 медучреждений. Помимо этого приобретены высокотехнологические оборудования для больниц и лабораторий. В целом, как отметили в министерстве, создали хорошую материально-техническую базу для улучшения качества оказываемых услуг. Строительство за счет общественного фонда АСАФА нового здания детской онкологии и онкогематологии, которое создало условия для оказания для наших детей именно по борьбе с онкологическими заболеваниями. Открыта больница на улице Фучика турецко-кыргызской дружбы, которая тоже давно строилась, и она уже начала функционировать, обеспечена очень современным и циклотехнологическим оборудованием, как ангиограф, МРТ, КТ, цифровые рентгены. Современное лабораторное оборудование установлено, гастроэнтерологическое исследование. Кроме этого, проведена большая работа по обновлению автобазы скорой медицинской помощи. За последние полтора года закуплено более 200 карет скорой помощи.